Добро пожаловать в мамину школу! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Какие задачи способен решать школьный курс «Мир деятельности»? Как сами родители могут преподнести эти знания своему ребёнку? Зачем и во что могут поиграть школьники на перемене? Вы уже все взрослые люди и давно закончили школу, стали родителями. Но можете ли вы сегодня с полной уверенностью ответить на вопрос, для чего вы ходили в школу 11 лет, а для чего теперь ваш ребёнок ходит туда? Научились ли вы в школе правильно ставить перед собой цель и достигать её? А знаете ли вы, как признавать свои ошибки, оценивать их и исправлять? Научились ли вы работать над собой, не вступать в конфликт с людьми, адекватно воспринимать критику? А кто должен был вас всему этому научить? Как вы думаете? Лично мне сразу хочется ответить. Родители. А что не смогли родители внушить? Научат только собственный опыт. Только сколько нужно шишек набить, чтобы опыт научил? Да и даже на ошибках не все учатся. Так вот, к чему я философствую? Не так давно я узнала о новом школьном курсе, который называется «Мир деятельности». И когда я прочитала темы, которые поднимает данный курс, была очень удивлена. Кстати, вопросы, которые я задавала вам в начале программы, это вопросы из этого самого курса. Там еще и не такие проблемы затрагиваются. И я подумала, если детей всерьез, со школьного возраста учить решать подобные вопросы, ведь сколько ошибок можно избежать на долгом жизненном пути? Но возможно ли это? Почему именно в нашей программе мне хочется рассказать вам о школьном образовании? Ведь все мы родители. И все мы рано или поздно отправляем ребенка в школу. И желаем, чтобы наш ребенок хорошо учился, был успешным в дальнейшем в жизни, поступил в институт, приобрел хорошую профессию. Но ведь сегодня в школе вводятся новые стандарты, вводятся новые курсы. Новые предметы. И чаще всего мы ужасаемся и отмахиваемся от всего этого. А ведь нужно вникнуть, нужно узнать, что происходит в школе, чтобы помочь своим детям учиться и заинтересовать их тоже, и самим заинтересоваться. Вот именно поэтому сегодня мы поговорим о новом курсе, который вводится в школы. Это курс «Мир деятельности». У нас в студии Петерсон Владимир Андреевич, кандидат психологических наук, исполнительный директор Центра системно-деятельной педагогики «Школа-2000». Кубышева Марина Андреевна, кандидат психологических наук, доцент, автор надпредметного курса «Мир деятельности». И Болотова Ирина Евгеньевна, заместитель директора первой ступени обучения, учитель начальных классов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чтобы и зритель понял, и я тоже, какова цель курса «Мир деятельности»? Вот главная цель. Наверное, я отвечу. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, я бы хотел вернуться к тому, что сегодня считается приоритетом образования в целом, деятельность системы образования. Вот сегодня у нас уникальная ситуация, когда и государство, и родители, и профессиональное сообщество, то есть работодатели договорились о том, что ключевым результатом образования является умение ребенка учиться. К большому счету, это не новое, это не что-то новое, что пришло к нам вдруг с новыми стандартами, которые, как известно, уже два года в начальной школе работают. Это требование времени, поскольку знания каждый год удваиваются, и бедная детская голова не способна вместить все то, что сегодня мир предлагает в качестве возможностей для обработки информации. И поэтому мы раньше говорили, образование – это то, что остается после того, как все изученное в школе забыто. Но сегодня, как мне кажется, мы себе уже такой роскоши позволить не можем, потому что кризис системы образования связан именно с тем, что инструменты, использующиеся в школе, остались теми же, что и были много лет назад, а требования времени изменились качественно и серьезно. Вот в связи с этим мы считаем, что необходимо выделить специальное пространство в школе, учебное пространство для того, чтобы научить детей учиться в явном виде и объяснить основные правила, как это делается. Вот этому и посвящен курс «Мир деятельности». То есть научить учиться? Научить учиться. В двух словах содержание этого курса разделено на четыре ключевых блока. В первую очередь это умение организовать свою деятельность. Я бы сказал так, умение организовать себя, поставить цель, запланировать путь ее достижения, знать, что делать с затруднениями, которые будут встречаться на этом пути, и иметь способность зафиксировать достижение той самой точки «Б», куда стремимся. Это первый блок. Второй блок касается умения общаться. Вся линия, связанная с работой в группе, с пониманием роли в коммуникации ребенка. Третье – это познаю новое. То есть мы понимаем, что инструменты познания мира меняются вместе с нами. В этом смысле третий блок связан именно с этим. Ну и четвертое – это система ценностей. Это отдельный блок, связанный с воспитанием. И он посвящен в первую очередь тому, чтобы дети, приобретя все эти надпредметные ключевые навыки, которые приведут их к успеху, как мы надеемся, чтобы эти навыки и способности работали во благо. Ирина Евгеньевна, вот вы много лет работали без такого курса. Вы же учили детей учиться. Вот скажите, как эта задача решалась? Да, я учила детей учиться. Но совершенно даже недавно мы говорили об этой проблеме, которая возникала на учебном предмете. То есть, когда запускался вообще этот проект, и, собственно говоря, это было в режиме эксперимента, я себя ловила на мысли, что я не успеваю проходить учебный материал. Вот то, что я запланировала сделать на уроке с детьми, мне не хватает времени. Что такое? В чем проблема? И когда я стала анализировать, я поняла, что, например, были некоторые вопросы, которые не являлись учебным материалом по математике или по литературе, но я тратила время на то, чтобы объяснить элементарно детям, допустим, на уроке, как нужно ответить на мой поставленный вопрос. Что нужно? Поднять руку. Что нужно не выкрикивать с места. И нужно было мне потратить это время учебное на то, чтобы объяснить элементарные правила поведения, скажем так. Или, допустим, я хочу, чтобы дети поработали в группе. Как это сделать? Прежде чем мне дать такое задание, я должна опять потратить учебное время на то, чтобы объяснить, как организовать эту работу. Поэтому страдало как раз учебное время, которое было отведено непосредственно для того, чтобы мы изучали содержание учебника. Вот, собственно говоря, учила, да, но в ущерб. Действительно, сейчас и зрителю будет понятно, о чем мы говорим, потому что, почитав только те вопросы, которые вы затрагиваете, ты понимаешь, что это школа жизни, можно сказать? Мне кажется, важной такой вот, ну, важной, сильной стороной курса является то, что все-таки эти все понятия, которые туда заложены, они заложены не случайно. Это результат, ну, я просто точно десятилетняя, если не больше, но просто вот я, например, в проекте в этом, да, уже 10 лет занимаюсь только с методологами. То есть для того, чтобы создать этот курс, мы многие годы ездили на специальные такие научные семинары, где разбирались с этими понятиями сами и с психологами. А вообще методологической нашей школе 35 лет вот в этом году будет, и эти все понятия долго осознавались и формулировались, и на самом деле это, с другой стороны, не задача учителя вот на все эти вопросы их создавать. Это все-таки должна быть какая-то согласованная теоретическая база, и это тоже, конечно, очень помогает учителям организовывать грамотно учебный процесс. То есть если резюмировать все-таки вот главную миссию вот этого курса, да, получается следующее. Мы хотим кардинально изменить результаты образования. Сама по себе миссия очень сложная, да, мы с вами с этим согласны. Мы хотим серьезно перевести школу от знаний и парадигмы, когда я просто что-то знаю и передаю вам для того, чтобы вы это использовали в своей дальнейшей жизни, отдаю вам некие инструменты самостоятельного добывания этих знаний, самостоятельной работы с информацией, самостоятельного анализа того, что происходит, да, и принятия соответствующего решения, ответственности. Мы при этом понимаем, что учителя, которые будут этому учить, те же самые. То есть, соответственно, в позиции ученика садятся все. И в этом смысле нам к этому надо привыкнуть, начиная от дошкольника, заканчивая руководителем крупнейшего предприятия или даже руководителем страны, да, потому что все меняется, и нам нужно постоянно учиться. В этом смысле необходима площадка, на которой удобно, психологически комфортно создавать среду саморазвития. Наша в данном случае работа заключалась в анализе того содержания, которое, в принципе, можно включить вот на эту площадку. Мы очень рады, что то, что получилось, вот, как результат работы методологической научной школы, полностью совпало с теми целями, которые прописаны в новых стандартах. Это совпадение было случайным. Мы увидели только, то есть сначала мы задумывали курс, потом увидели новые стандарты. Больше того, достаточно длинные социологические исследования, лонгитюдные исследования, да, которые проводятся на уровне социального заказа родителей, тоже говорят о том, что именно этому родители хотят научить своих детей. Наши учителя, когда они вот с этим курсом знакомятся, называют ее витамином антистресс. Вот таблетка антистресса, они говорят, потому что все говорят, что нужно делать, и какие документы сдавать об отчетности. Но очень мало ответов на вопрос, как делать. И вот, конечно, в этом смысле это таблетка антистресса. Программа «Мамина школа». Она затрагивает вопросы, которые задает любая мама, папа, воспитывая своего ребенка. Поэтому я хочу вас спросить, помощники родителей, вот какие могут они быть вашими помощниками? Может ли родитель сам взять мир деятельности и постараться со своим ребенком его освоить, и не ждать, пока там, ну, не знаю, приедут, им придут в школу, или, ну, как руководство школы решит взять этот мир деятельности? Посоветуйте родителям, что им делать. На мой взгляд, он не только может, а если вот, ну, я как мама, я, например, просто считаю, что я вот обязана это делать, да, то есть я на себя такую функцию, как родитель, конечно, возлагаю. И задумывая этот курс и делая его, мы его делали с таким расчетом, что по нему могут работать и родители. То есть открывая учебное пособие, мы такую задачу ставили и ставим до сих пор. Родителю вот должно быть понятно вообще, о чем это и что дальше делать. Кстати говоря, есть такой урок «Моя семья – помощник в учении», и где как раз разбирается вообще, а какая функция у родителей, а как правильно помогать вот ребенку, вообще какие вопросы ему нужно задавать, чтобы правильно ему помочь, да, с одной стороны, не оставить его вот в той сложной ситуации, которая может возникнуть, с другой стороны, все-таки, чтобы он сам научил за свои проблемы и затруднения преодолевать. Поэтому, безусловно, этот курс может быть полезен родителям. Мы, по крайней мере, такую задачу ставили. Вот я с вами полностью согласна и считаю, что если в школе не вводится этот курс, можно взять хотя бы даже для себя, почитать и, ну, тогда уже решить с ребенком, да, заниматься или нет. Потому что каждый вопрос, который я у вас читаю, это может быть отдельная моя программа. Как общаться, как ставить там цель, даже как усовершенствовать речь. Ну, все-все. Действительно, очень интересно. Поэтому я и пригласила вас сюда. Я хочу тоже разобраться в том, что происходит в современном образовании. И я знаю, что по поводу вот именно таких вопросов много нареканий в вашей программе, в программе «Петерсон». Да, и чтобы зрителю было понятно, вы потомственные математики. Вот. Людмила Георгиевна «Петерсон» — автор программ по математике, которая вот вводится. Ну, действительно, много разных мнений об этой программе. Тем не менее, она существует, по ней учатся дети. Одна из задач мира деятельности — научить детей знать основные стили общения, приобрести опыт их осознанного выбора. Мне кажется, это очень важно — научить детей общению. Кстати, часто этому способствует игра. Смотрите сами. Что делают школьники на переменах? Носятся, как угорелые, ответит вам любой ученик, особенно начальных классов. Но ведь не все хотят носиться, да на всех переменах подряд. Так что же, опять брать электронную игру в руки? А как завести себе друзей, особенно если ты первоклассник и еще никого не знаешь? А нужно просто предложить поиграть. Первая простая, старая и добрая игра — «Крестики-нолики». Вряд ли кто откажется от такой игры. Ну вот играем. Давай. А я знаю еще одну игру — «Виселица». Ой, я тоже знаю. Игра посложнее — «Виселица». Это когда первый игрок загадывает слово, называет количество букв, которые есть в нем. А второй игрок должен отгадывать слово, пока не повесят человечка, который рисуется подетально, когда звучит неправильная буква. Ты же почти отгадал. Это котенок. Ведь как развивает такая игра мыслительную деятельность и пополняет словарный запас? А помните игру «Балда»? Кто проиграет, тот балда. Это когда рисуется квадрат. Как правило, пять на пять клеток. В среднем ряду пишется слово, занимающее весь этот ряд. Далее играющие по очереди добавляют буквы на поле, так, чтобы составлялись новые слова. Слова могут читаться в любом направлении. За добавленную букву начисляются очки. Игра заканчивается, когда все поле заполнено, либо ни один из игроков не может придумать новое слово. Выигрывает тот, кто набрал больше очков. Ну как, крестки-нольки? Не, не охота. Тогда в балду? Не, надоело. Я еще предлагаю, особенно в первом-втором классе, дать ребенку с собой бирюльки. О, а у меня есть бирюльки. Что такие бирюльки? Маленькая коробочка, а удовольствие море. И как приятно, что это своего рода возрождение древних традиций наших предков. А уж о пользе этой игры, о развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и говорить не нужно. Все налицо. А правила игры просты. Бирюльки кучкой выкладываются на стол. Играющие по очереди вытаскивают по одной бирюльке из этого вороха, стараясь не шелохнуть рядом лежащие фигурки. Вытянутую правильно бирюльку игрок оставляет себе. Если соседняя бирюлька шелохнется, ход переходит к другому игроку. Ну а в конце игры считают число бирюлек у каждого. Нет бирюлек, не беда. Дайте ребенку с собой в школу спички. Только предварительно счистите с них серу. И расскажите ребенку, что такая игра в палочки когда-то на Руси тоже называлась бирюльками. В нее играли крестьянские дети, так как не всегда были деньги на то, чтобы купить дорогие, выточенные из дерева фигурки. Но игра от этого не становится менее увлекательной. Теперь просто спички вы выкладываете на стол горкой. Сначала вытаскиваете по одной спичке из общей кучки. И эти спички теперь вы будете использовать вместо крючка. То есть вытаскивать ей остальные палочки. И все точно так же, как в бирюльках. Если палочка пошелохнется, ход переходит к другому игроку, а в конце игры считают число спичек у каждого. Надоест играть в бирюльки, дайте своему ребенку в школу обычный волчок. Как весело завести его с другом на скорость, например. А подрастет ваш школьник, не забудьте научить его играть в морской бой, точки. В общем, я думаю, вы вспомните еще не одну добрую игру. Ведь школьник это еще ребенок, и он тоже имеет право на игру. А от того, какие будут эти игры, зависит от нас с вами. Все знают, что в школе очень много появляется новых предметов. Из-за этого сокращаются уроки русского языка, литературы. Печально. Вот как вы к этому относитесь? И оправдан ли ваш курс еще, значит, сверх всего того, что появилось? Ну, во-первых, это действительно так. Мы с этим, это консультация факта, и мы тоже, как учителя, преподаватели математики, недовольны тем, что сократилось уже количество часов на математику. С другой стороны, мы понимаем, что когда математики говорят о том, что не хватает количества часов на математику, или учителя русского языка, говорят о том, что сократилось количество часов на уроке русского языка, речь не идет о том, что мы пройдем еще одно свойство параллелограмма, или о том, что мы изучим еще какое-то там правило по русскому языку. Речь идет о том, что математику, ну, мы как математики, да, говорим о том, что математику изучать хотя бы для того нужно, что она ум в порядок приводит. А учителя русского языка говорят о том, что наши дети просто не умеют грамотно писать, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле мы говорим о некой надпредметной функции, которая вот уходит, да, и если мы говорим о мышлении, а если мы говорим о русском языке, то, конечно, что дети наши не умеют просто грамотно писать. А в этом смысле мы еще учитываем тот факт, что количество информации, мы уже об этом говорили, удваивается каждый год. Поэтому нужной, полезной, важной информации для детей с каждым годом будет только больше. А количество часов в учебном плане, оно никуда, оно не увеличивается. Поэтому мы приходим к противоречию. Нам времени всегда будет не хватать. Поэтому мы на эту задачу посмотрели просто с совершенно другой стороны. Мы поняли, что количество часов, оно такое, какое есть. Давайте поработаем над качеством, над эффективным использованием тех часов, которые есть. Хотя, конечно, приоритеты по часам тоже нужно, безусловно, расставлять. И поэтому мы создали вот этот новый инструмент. Это технологии деятельностного метода, которая переводит детей из передатчиков, радиоприемников, в пылесосы, которые, ну, пылесосы, если можно так, это умные пылесосы, которые сами могут, во-первых, они берут эту информацию. Знаете, у учителей есть такая фраза. Дать материал. Но если ты дал материал, не факт, что ребенок взял этот материал. Если ввели один час на историю на москвоведение, не факт, что все дети у нас прекрасно будут знать историю Москвы. Хотя это, конечно, безусловно, очень важно. Поэтому, с одной стороны, важно, чтобы дети усваивали эту информацию. И для этого есть инструменты учителей. С другой стороны, важно научить их каким-то ключевым вот вещам, о которых мы говорили раньше, и которые заложены в курс мира деятельности. Родители, если вы готовите детей к успеху, да, то им нужно учиться проходить самостоятельно сложности, да, преодолевать затруднения. Спасибо вам, что вы пришли, рассказали о своей работе, и желаю вам дальнейшей плодотворной работы и успехов на этом нелегком поприще.